Продолжение следует... Продолжение следует... Не тревожим по пустякам. Вот о чем речь. Ну, если вы хотите, так, конечно. Может, ради бога. Значит, уже еще надоем. Будьте отмахиваться. Заблокируйте в соцсетях везде. Матвеевич, а вам видно сейчас студию? Я вижу ваши одухотворенные лица. Да. Вот мне бы хотелось... Вы не замечаете ничего необычного у нас? Ну, необычного... Ну, чашки вижу. Вот то, что сейчас у меня на экране от вас. Чашки. Да, чашки. Вот, Матвей Юрьевич, вот какой вы все-таки, да? Вчера на стриме он рассказывал, что у нас стоят печеньки. Это при том, что они у нас никогда не стояли. Я сегодня специально попросил купить нам печенье. Они принесли, а Матвей Юрьевич не замечает. А, нет. Ему показывают даже крупным планом. Сейчас поясню. Ну, тут техническая проблема. От вас поток интернета, ну, сыпется изображение. Суть не в этом. То, что печеньки... Вот ты говоришь, что ты купил печеньки. Но доказать это не можешь. Понимаешь, ты не предъявляешь чек из магазина. Поэтому я знаю, кто принес вам печеньки. Понимаешь, я знаю, кто принес вам печеньки. Пусть так, пусть так, но вы все равно не заметили. Хорошо. Я, кстати, призываю всех смотреть стримы Матвея Гонопольского. Это, как мне кажется, лучшее завершение дня. Но они довольно поздно выходят. Вот, я вчера посмотрел, там шикарные цифры. Замечательно его смотрят. И, значит, там Матвей Юрьевич вчера в одно лицо показывает все различные видео, комментирует и так далее. Очень здорово. Мне кажется, невероятный жанр вот этого именно завершения дня здорово получается у Матвеевича. Вот после всех, значит, этих реверансов. Вы думали, я по своему желанию, что ли, сказал все это? Нет, это обусловил Гонопольский, чтобы вот без этого всего не начиналась беседа. После этого можем, так сказать, и начать. Можем и начать. С чего ты хочешь начать, Александр? У нас было несколько тем для Матвея Юрьевича. Давай тогда с выборов. Давай. Да, чтобы немножечко дух перевести. Я не знаю, насколько у нас серьезно получится обсуждение. Но вот мы, конечно же, следим за президентскими выборами в Украине, которые то будут, то не будут, пока ясности нет. Но следят ли в Украине за президентскими выборами в России, Матвей Юрьевич? Тем более, что они вроде как должны состояться, насколько мы можем сейчас судить на сегодняшний день. Выборы в Украине, ты абсолютно права, они вряд ли будут по причинам вполне известным, потому что их невозможно обеспечить ни финансово, ни, если можно так сказать, содержательно. В том смысле, что при объявлении выборов, при их проведении должны быть соблюдены демократические процедуры, которые по причине 7 миллионов перемещенных лиц, 5 миллионов беженцев, солдат на фронте, а самое главное демократического голосования с точки зрения агитации. Ну не будем же мы там, оппозиция, выходить на сцену телевизора и говорить, вот Зеленский плохой, он делает не то и не так и так далее. В общем, короче говоря, пока это бред, не могут найти решение, но что касается президентских выборов, именно выборов президента в Украине, то законодательство, учитывая военное положение, существующее уже законодательство, позволяет президенту оставаться легитимно до момента отмены военного положения. Поэтому я так думаю, что выборы, вот, вряд ли они сейчас будут, нет ни денег, ни возможности. Что касается российских выборов, то интерес к ним в Украине нулевой, по той причине, что, как говорил мой отец, у него была такая странная поговорка, хотя почему странная, он же пережил все эти, он 1912 года был рождением, я был поздний ребенок, поэтому он говорил фразу, которую и теперь все понимают. Он там что-то, о чем-то мы говорили, неважно о чем. И он говорил, суду все ясно. Да, действительно, суду все ясно. Поэтому и россиянам все понятно с российскими выборами, и с украинцем. Но у украинцев, кроме фразы, чтоб ты сдох, потому что предыдущая фраза, чтоб ты жил на одну зарплату, у него хорошая зарплата, поэтому разговор идет о том, чтоб ты сдох. Поэтому интерес к выборам нулевой. И так понятно, кто будет. И честные выборы, давайте скажем прямо, честные выборы в Российской Федерации восстановятся, когда победит украинская армия. Мы понимаем почему, да? И вот тогда мы с вами, Матвеевич, выдвинем Венедиктова, а то его выдвигаются преждевременно. Вы слыхали об этом? Я слыхал, но я так понимаю, что Леша, ну как-то, он, конечно, человек разнообразных талантов, но на это дело он не пойдет. Он не будет прокладкой. Я тоже слышал, ну в смысле его слышал, что он говорит, что более того, что это какая-то провокация или попытка дискредитации его. И тогда про, раз поговорили про это, еще одна тема, мы сегодня тоже ее касались, одна тема недели. Очень, ну я не знаю, вызывающее недоумение, я бы сказал так, скандал между Польшей и Украиной. Я знаю, вы вчера тоже говорили об этом в стриме. Давайте об этом поговорим. Как в Украине это воспринимают, как вы это воспринимаете? В Украине это воспринимают, собственно, так же, как и я. То есть, есть люди, которые этим не интересуются, но я бы так сказал, элиты воспринимают это очень, ну, с большой грустью и печалью, но без злобы. Дело в том, что, понимаю, в чем дело, об этом надо рассказывать либо долго, либо никак, потому что надо долго объяснять, почему вдруг возникла такая ситуация у Украины с самой ближайшей, самой дружественной, реально оказывающей, так сказать, помощь Украине стране. Но если говорить коротко одной фразой, вот, или несколькими фразами, то ответ очень простой. В Польше начинается предвыборная кампания. Это вовсю идет, да. И поэтому правящая партия, и президент Дуда, и все вот эти вот ребята, они очень хотят получить голоса очень важного слоя голосующих, это аграриев. А аграрии очень боятся украинской сельскохозпродукции, поскольку она дешевле. Раньше было просто, заезжала машина с украинской продукцией, например, зерном на территорию Польши, там уже стояли барыги, барыги сгружали это зерно, платили водителю налом, водитель разворачивался и ехал в Украину. Все, то есть зерно реально было продано по хорошей цене. А вот дальше эти барыги говорили, что это зерно польское и перепродавали. Но дело в том, что в Польше же есть свое зерно. И получалось, что как бы из-за неурегулирования вот этого вот вопроса, так сказать, ну как это сказать, коррупционного, страдали аграрии. И аграрии выкатили важное требование – забанить украинское зерно и забанить украинскую сельскохозпродукцию. Но парадокс-то заключается в том, что это Польша должна была там поставить, например, полицейских и так далее, и так далее, чтобы этого не было. В общем, короче говоря, сейчас не время искать виновных. Тут, к сожалению, украинская сторона тоже показала. Знаете, Зеленский, он президент войны, но ему еще надо учиться быть президентом мира. Потому что он резкий в высказываниях, и, в общем, это привело к… Даже вот сегодня там была новость, опять пикировка и так далее. Но стали разогревать ситуацию. Украина заявила, что она подаст там в Европейский суд, что запрещено. Ну, в общем, короче говоря, все это была… Все это глупость очень печальная и обидная. Но вчера появились ростки здравого смысла, потому что министры, если так по-старому, по-советскому говорить, сельского хозяйства Украины и Польши договорились разрулить историю с транзитом. То есть Украина, она не хочет продавать зерно Польше. Ей зерно не нужно Польше. Она хочет, чтобы машины шли в Европу. И вот этим вопросом они сейчас занимаются. Там, по всей видимости, будет полицейское сопровождение и так далее, и так далее. Но еще есть проблема такая же со страной под названием Словакия. С ней тоже сейчас ведутся переговоры. Но, безусловно, с трибуны ООН говорить острые слова в адрес ближайшего друга, с президентом которого ты обнимался, не гоже. И вот это вот, конечно, ну, в общем, неиздержанный Зеленский. И это вдвойне удивительно, потому что у него блистательная речь была на Генеральной Ассамблее ООН. И у него там есть Ермак, который, в общем, опытный дипломат. И есть министр иностранных дел Кулеба. Есть 150 тысяч советников, которые могли этот пассаж вычеркнуть. Но не вычеркнули. И это неправильно. Еще есть несколько тем, которые так или иначе связаны с Украиной. Ты что-то хотела? Нет, наоборот. Я хотела уточнить у тебя, Александр, продолжаем ли мы украинскую тему? Да, обязательно. А зачем? А есть что-то кроме? Ну, вот кроме войны. Ну, есть еще Карабах, безусловно, обострение. Вот, Матветочка, для вас существуют, в принципе, в повестке какие-нибудь темы, не связанные с войной? Как для наблюдателя за новостями? Ну, таких тем, в общем-то, полно. Эти темы называются как бы жизнь. И ты знаешь, что я в своей программе-то, собственно, об этом и говорю. Про это вот тоже, знаешь, как рубрика «Удивительное рядом». Вот, и поэтому мы же все дело, понимаешь, мы говорим о политике, но говорим про человека. Мы говорим про человека. Вот как они себя ведут. Вообще, тема вот, которая меня тревожит, вот я прямо говорю слово «тревожит», это перерождение российской оппозиции. Ого! Вот именно перерождение, да. Ну, она тоже связана с войной, между прочим, тема эта. Она связана не столько с войной, сколько со странной обидой. Вот вся оппозиция, вся, она ходит несколько обиженная и надутая. Почему? Потому что, ну, как бы ее не привечают в России. Я употребляю именно это старое русское слово «не привечают» в том смысле, что они не говорят в России, что ее не ожидают, что... Вот понимаешь, да, я не могу сказать, что оппозиция ничего не делает. Она вот делает то, что в народе называется «раскрывает глаза». Но дело в том, что россияне сейчас в таком состоянии, что они скорее хотят глаза заплющить. Потому что, ну, вот, например, там, рассказал мне историю, вот, перед вашим прямо эфиром, перед вашим эфиром, я созвонился с одним моим другом в Москве, и он рассказал мне такую вот историю. У него есть его школьные друзья. Ну, он уже, им уже сорок. И, значит, в той семье, в которой друзья, муж добровольно пошел воевать в Украине за деньгами. Потому что единственное, вы знаете, место, где сейчас можно заработать там 150 тысяч, 200 тысяч. Казалось бы, нормальные зарплаты, но это только оплачивается убийство украинца. И вот прошло, я тебе скажу, полторы недели, и он звонит жене. Боже, зачем я здесь оказался? Почему я не подумал? И дальше началась стандартная история. Нам ничего не дают, не выплачивают деньги, у нас фиговое обмундирование и так далее, и так далее. Понимаешь, да? И вот, и я говорю своему приятелю, и что ты этим хочешь сказать? Он говорит, но он не говорит ни одного слова про то, что вообще не надо, не нужна эта война. И вообще, что он недоволен тем, что не вовремя выплачивает вот эти 200 тысяч или сколько там. То есть, Путин сделал абсолютно гениальную вещь. Он вообще, он как тактик, ты помнишь, да, фразу Генедиктова, что он стратег никакой, но он себя и стратегом сейчас неплохо показывает. Как ему сделать, чтобы народ пошел воевать? Убивать украинцев. Как бизнес, как дело, понимаешь, как профессия. Наша профессия – украинцев убивать. Он сделал очень просто. Он довел народ до нищеты, ты знаешь, какие пенсии, какие зарплаты. И после этого предложил, вот, пожалуйста, идите зарабатывайте, превратив всю страну во французский легион. И вот люди идут для заработка. Мы с тобой помним это только по средним векам. Ну и, так сказать, например, по римским легионам, которые тоже, собственно, этим занимались. Солдаты за деньги. Понимаешь, в чем дело? Поэтому люди сейчас, возвращаясь к оппозиции, они заняты творческим процессом. Как пойти на войну, но не быть там убитым, вернуться, чего-то такое купить, какую-то квартиру и так далее. Но они не задают два вопроса. Во-первых, как убрать вот этого человека, который довел их до такого состояния, что только став убийцей, ты получишь какую-то нормальную, достойную зарплату. Это первое. А второе, какая-то оппозиция, где-то она живет, где-то она находится. И вот, вот этот вот вечный... Знаешь, кто был мастером этого дела? Лидер Яблока. Григорий Алексеевич Явлинский. Помнишь, когда Явлинский приходил к нам на эхо, и ты или кто-то там другой задавал ему вопрос, ну и почему вот ваши идеи не идут в народ? Он говорил, ну, по-разному, но говорил, плохой народ. Кстати, как бы я ни относился к Евгению Алексеевичу, это сложно. На самом деле, Матвеевич... Евгению Алексеевичу. Григорию Алексеевичу. И Евгению Алексеевичу тоже. Значит, Матвеевич, справедливости ради. Григорий Алексеевич обычно отвечает... Я пару раз слышал его ответ на этот вопрос. И обычно он создаётся так. Мы очень плохо работали. Ну, буквально так. Про плохой народ, это вот есть такой мем, что... И приписывают его в основном Чубайсу почему-то. Значит, что народ не вышел. Вот. В этом плане... То есть, в других планах я готов критиковать Явлинского, сколько хочешь, но в этом плане у него хватало, так сказать... Хорошо. Нет, послушай меня. Ну, значит, плохо работали. Ну, что значит, плохо работали? Давай не обманывать себя. Значит, Явлинский, надо отдать ему должное, да? Его идея нет войне. Ну, ты знаешь, да? Удивительно, что он ещё не получил 10 лет и не сидит где-то в каталажке. Значит, он... Вот... Он против войны. Ну, так голосуйте за... Если вы не хотите войну, голосуйте за человека, который не хочет войну, но люди голосуют за возможность заработать 200 тысяч на войне. Вот и всё. Поэтому, понимаешь, как бы он там не говорил какие-то слова, плохо работали, как ещё надо работать, я не понимаю, если на выборах, на выборах ты предлагаешь демократическую, либеральную... Ну, давай уберём слово либеральную, демократическую программу будущего. Ну, вот как раз из последнего, в интервью, которое давал Явлинский, приведу его прямую цитату. Сейчас я про Новгород скажу. Там та же самая история. В Новгороде явка 20%, в 2018 году 24%. А это значит, что граждане в своём большинстве бороться за изменения ситуации не готовы, не хотят и не приходят. У них была безопасная в нынешних условиях открытая для них ситуация. Они этого не сделали. Послушайте меня. Давайте сменим тему, потому что граждан ругать и обижаться... Знаете, вот есть такая... Я не помню, по-моему, Владлен Бахнов. Вы не знаете, кто это. Но это был такой сатирик советских времён, который очень много хороших таких юмористических рассказывает. У неё есть всякие такие типа эпиграммы. По-моему, он... Прошу прощения, я ошибаюсь. То есть он сказал так. Иванов обиделся на жизнь, но поскольку на жизнь обидеться невозможно, вот понимаете, да, что... Он обиделся на жену. Вот это очень правильная фраза, которая касается и нынешней оппозиции. Она очень справедлива. Нет объекта, на который можно обидеться, сказать, что сделано там что-то такое неправильное. Если заканчивать разговор с оппозицией, то, понимаете... Как вам сказать? Я это говорю не потому, что я их осуждаю, а потому что мне грустно. А не надо... Не надо заменять активные действия разговорами о том, что когда нас выберут, жизнь в России изменится. Вас не выберут, потому что вы не в России, потому что полно кандидатов. Нет, я не призываю, чтобы они вернулись. Они сядут, будут сидеть рядом с Навальным. Нет-нет, ни в коем случае. Просто в мире очень много тактики и стратегии разработаны разными сингтанками, как оппозиции быть в изгнании. И Владимир Ленину, например, это удалось. И Владимир Ленин, конечно, он родил большевизм, но суть не в этом. Суть в вооруженной борьбе. Конечно, можно мне приписать призывы к терроризму, но я не об этом говорю. Я говорю о Владимире Ленине. Вот ему и приписываете терроризм. В общем, короче говоря, как в одном сериале, я очень люблю эту фразу, там одна девушка приходит к другой, а та вот убросила парень, она сидит вот так, а та ей говорит, ну что, фестиваль жалости к себе закончился? Вот пора заканчивать фестиваль жалости к себе. Надо искать какие-то новые пути. Матвеевич, позвольте вернуться к украинской тематике. И тут, цитирую по BBC, в Украине официально разрешили писать слово «Россия» с маленькой буквы. У меня никаких претензий в этом плане нет, если это так. Просто интересно, как бы, ваш комментарий и смысл этого решения. Национальная комиссия по стандартам украинского языка разрешила написание с маленькой буквы слова «Россия» и других понятий, связанных с Российской Федерацией. Соглавная буква – это элемент уважения. Поэтому они, просто ты об этом не знаешь, они просто закрепили существующее. Они сказали, что в официальных документах нужно писать Российская Федерация, или Россия, или там Москва, или Путин, и так далее, с большой буквы. Потому что это официальные документы. Да, в неофициальных текстах речь идет об этом. А в неофициальных текстах, ну, например, моя редактор, телередактор, она пишет и «Москва», и она никогда не называет Российскую Федерацию, она пишет там либо «Московская Федерация», либо «Московия». Дело в том, что «Посеньки» и «Шапка». Ну, как это, чтобы украинец написал Путин с большой буквы? Ну, как? Не будет этого. И не может быть этого. Вот понимаешь, это такое, это не, еще раз повторяю, это не власть придумала и инспирировала, а это власть просто закрепила то, что происходит сейчас в народе. Просто Путин, Россия и все, что с ней связано, это не более чем имя существительное на уровне «стол», «стул», «лампочка». Это не похоже на то, что делает российская пропаганда, когда запрещает называть Зеленского президентом своим пропагандистским СМИ? Послушай меня, ты же, я не знаю, похоже это или нет, но ты понимаешь, что и мне, и тебе абсолютно все равно, что делает российская пропаганда. Разница заключается в том, что российская пропаганда делает это директивно, спуская из администрации президента указания. Более того, негласно, я бы еще сказал. Да, ну это их проблема. Послушай меня, вот хочу тебе сказать, что абсолютно нулевой интерес в Украине к тому, что делает администрация. Интерес к тому, как бомбят. Да нет, я как раз не спрашивал, а то интересное или нет. Я еще раз, не-не, я отвечаю на твой вопрос. То есть разница в том, что в России администрация президента спустила это указание, да, а здесь просто закрепили, что это не, ну что это... Один процесс снизу, а другой процесс сверху, понятно. Что это языковая норма. Понимаешь, что это дело? Языковая норма. Причем, ну, очень много изменений в украинском языке, с политики, ну вот, например, Российская Федерация, никто Россию Российской Федерации не называет, а называет, ну, в крайнем случае, Московская Федерация. Вот такое вот повелось. Ну, это еще раз, это внутриукраинские дела, Великой России с ее великим Путиным, с великими планами, и, значит, Луной 25, и всем прочим, это не касается. Так что здесь происходят процессы, которые происходят сейчас и в Армении, и в Азербайджане. Я не про войну. Отторжение. Россия стала выкидышем. Вот если говорить, так сказать, понимаешь, Россия стала выкидышем. Вот бывают такие случаи в медицине, я же посмотрел очень хороший сериал «Хороший доктор», всем рекомендую, это удивительный сериал, абсолютно невероятный, который совсем не про медицину, а про человеческие отношения. И там рассказан такой случай, я этого даже не знал, что женщина беременна двойней, но один ребенок там внутри, у него кровь, резус там отрицательный, положительный, ну ты понимаешь, да, что-то другое. И врачи придумали, как сделать, они, значит, там извлекли ребенка, и там была такая фраза сказана, что материнский организм отторгает этого ребенка, потому что он для него чужой. Вот то, что сейчас происходит в Армении, в отношении России, я войны вообще не касаюсь, ты знаешь, я не касаюсь двух тем, национальных и религиозных. То, что происходит сейчас в Армении, по их логике, это полное отторжение от России. Они могут сместить Пашиняна, могут не смещать Пашиняна, но они никогда не забудут то, что говорит бывшая армянка, значит, или настоящая армянка, про своих, оскорбляя президента Пашиняна. Понимаешь, есть... Россия продолжает... Ну вот как-то, помнишь, да, фраза? Весь в говне, но головку держит. Про ребенка. Так вот, Россия находится в этом состоянии. Она продолжает играть империю. У Путина не получается, но она продолжает играть империю. Вот сейчас она отомстила... Ну, что это было на самом деле? Она отомстила Пашиняну, России, за то, что он подписывает сейчас вместе со страной Международный уголовный суд. То есть теперь уже невозможно Путину туда поехать, да? С чего бы это удивляется Путин? С того, что жена его приехала в Украину, Пашиняна, и тут ходила с Зеленской по городу, да? За то, что переговоры из Армении и Азербайджаном были при посредничестве Соединенных Штатов, а не России. Вот они решили отомстить. Поэтому, когда началась вот эта вот история, то руководство России заявляло, мы не будем вмешиваться, миротворцы, миротворцы. Пока миротворцам ничего не угрожает. Так это, я не понимаю, зачем тогда миротворцы? И вот сейчас он отомстил. Отомстил, да. Стоит огромная толпа перед парламентом или что это такое в Армении и кричит, Пашинян, предатель, и так далее, и так далее. Ну, хорошо, сместят они Пашиняна, потому что они хотят, чтобы там был прорусский товарищ, не выйдет. Разыграли историю, отомстили и потеряли, и потеряли Армению, которая была их форпостом там. Короче говоря, большие успехи. Путин опять всех переиграл. Я очень радуюсь. Я радуюсь этому процессу. Это бесконечно. Бесконечно. Спасибо большое. Благодарим Матвея Гнопольского, нашу коллегу, журналиста, который теперь часто будет появляться здесь, потому что мы критику принимаем. Боль того, принимаем к действию. Так что все, Матвей Юрьевич. Теперь надо. Такое ощущение, что до тебя не дошла номер моей карты Сбера. Директива. Директива не дошла. Да, то есть, как это? Эфир поминутно. Мы же с тобой не будем разыгрывать, что это с ним. Конечно. В любой валюте. Тем более, что чем удобно? Что я иноагент, что вы иноагент в глазах российского государства. И финансирование иноагента, то есть, это обычные люди боятся перечислений с карты на агентов или наоборот. А тут нормально. Перегоняешь бабло туда-сюда. Отлично. Да и все. Причем какое. Хуже не сделаешь. Спасибо. Поскольку мы с тобой зарабатываем. Спасибо, Матвей Юрьевич. Матвей Конопольский. Спасибо. Спасибо огромное. Счастливо.